Я сегодня хочу показать вам, друзья, необычное видео, видео о новочеркасской трагедии 1962 года. Для тех, кто не знает, возможно, будет интересно посмотреть, как тогда была расстреляна мирная демонстрация в центре города Новочеркасска. И как я оказалась живым свидетелем этих страшных кровавых событий, ну, тогда, будучи еще ребенком семилетним, я, тем не менее, запомнила на всю жизнь те события. И когда я была в октябре 2019 года в своем родном городе в отпуске, на отдыхе, вернее, я сняла эту площадь. Я сняла для вас специально маленький музей, посвященный этому событию, мемориальную доску, камень, ну, и все, что там существует вокруг. И немножко вам рассказала о том, как я это все помню и что я видела тогда. Да, итак, давайте, друзья, посмотрим. Вот так выглядит этот атаманский дворец. Раньше это было горком партии, горком КПСС. И это именно то место, в котором расстреляли новочеркасских демонстрантов 1962 году. Вот здесь мы видим камень, посвященный этой страшной дате 2 июня 1962 года. Вот такая надпись. Сейчас эта площадь засажена туями, разбиты здесь дорожки, сделан такой тоже скверик небольшой. И вот фонтан перед этим атаманским дворцом. Конечно же, раньше это все выглядело не так. Здесь была просто открытая площадь перед горкомом партии. И вот на эту площадь пришли рабочие НЭВЗа, Новочеркасского электровозостроительного завода, высказать свои претензии, требования. И вот они шли пешком от НЭВЗа. Это далеко по спуску Герцена, поднимались сюда. И вот, когда они подошли, они довольно долго ждали. И не знаю, митинговали они или нет, что тут было. Сейчас уже это восстановить очень трудно. И вот их расстреляли из автоматов военные, которые сюда приехали на танках, на машинах военных. Окружили эту площадь, все демонстранты, все зеваки, которые попали случайно сюда, всех автоматной очередью здесь уложили. И все это было засекречено. После этой трагедии город был закрыт. И, наверное, месяц здесь был введен комендантский час. И со всех жителей, и со всех, кто знал, или семьи которых, участников, которые здесь попали, их страшно запугивали, со всех взяли подписку о молчании, 50-летнем молчании вот этой вот трагедии. И она была очень долго закрыта. Сейчас вот даже, наверное, и представить странно, что здесь пролилась такая кровь. Вы знаете, посмотрите, как любят голуби этот памятник, этот фонтан. Они всегда сюда прилетают напиться. Их здесь всегда очень много. Фонтан действует и зимой, и летом. Вот я сейчас вам покажу, пройдем туда. Я вам покажу еще одну мемориальную таблицу и расскажу вам. Я же была свидетелем этого расстрела. Сейчас попробую вам рассказать. А к этим демонстрантам протестующим никто, конечно, не вышел. Все власти Муще тогда, эти, как там они назывались, председатели горкома, или не знаю, кто они там, которые сидели там, замкнулись, закрылись, выглядывали просто из этих окон боязливо. А люди были безоружные все. Демонстранты были, естественно, не вооружены. Они пришли с плакатами, с лозунгами. Покажу вам тоже маленькую экспозицию музейную, которая сейчас здесь в одном единственном месте. Занимает одну лишь комнату. Мы зайдем, я вам покажу все, что там смогли найти. Там все это собрали. Но это такие крохи, вы знаете. Даже о количестве погибших толком никто не может сказать, сколько их было. Потому что они все были вывезены ночью грузовиками очень далеко, куда-то там, в Аксай, в Забагаевку, еще в какие-то разные места. Просто грузили на бортовые машины. И вот отсюда вот их вывозили. Все эти трупы. Площадь эта вся, она небольшая, в общем-то. Так, видите, вот она вся здесь. Как я уже сказала, она была открыта. Ну вот там, кстати, в том музее, в котором я уже была, я его присоединю к своему рассказу. Там нарисована булыжная. Вот эта мостовая, на которой пролилась кровь. Но она была не булыжная, она была просто асфальт. Насколько я помню, вот опять тут неточности. И вот мы подошли к вот этой арке знаменитой. Здесь она рядом, видите, вот этот бывший горком партии, площадь. И вот эта арка, вход туда, в парк, городской парк культуры и отдыха. Арка небольшая, она только для пешеходов. Машинам сюда въезд запрещен. И вот, видите, с левой стороны еще одна мемориальная доска. В памяти жертв новочеркасской трагедии 1962 год. Очень лаконично, сухо и хорошо, что хотя бы такая доска. Как я уже сказала, это все было сделано в начале 90-х годов. А до этого об этом даже говорить было страшно. Все боялись рассказывать и говорить. А вот что помню я из этого дня ужасного трагедии, расстрела. Вот здесь, почему я остановилась, именно в этой арке. Потому что мы с сестрой в 1962 году мне было 7 лет. Сестре было 9. Маленькие дети. Мы ходили через весь город к бабушке. Бабушка жила вот туда вниз по спуску Разина, вот через парк. И мы по этой дороге ходили к бабушке и ходили назад. Довольно часто. И вот как раз в тот день, в день расстрела, прошли к бабушке утром. И мы прошли через эту площадь. И у бабушки мы находились часа 4 или 5. Когда мы проходили через эту площадь утром, здесь, естественно, никаких демонстрантов еще не было. Они шли по спуску Герцена и еще подходили только. А когда мы уже посидели у бабушки долго, вот как раз все произошло. Представляете, мы были буквально здесь в шаге от смерти. Когда мы шли обратно, это, наверное, было часа 4 вечера, мы подходим. Вот здесь стоит танк. Он заехал огромный в эту арку, перегородил дорогу для людей. Уже, так я понимаю, там были расстреляны люди, и все было перегорожено. И мы подошли сюда. Естественно, мы испугались, почему здесь танк стоит, но не поняли. И стали вот так вот по стеночке, по стеночке проходить мимо этого танка, протискиваться, идти своей дорогой, как говорится. Ну и на нас закричали военные, вы куда? Мы заревели, что мы идем домой, нам нужно домой. Они говорят, идите в обход. Вот я, к сожалению, знаете, не помню, наверное, что мы ничего не видели. И, скорее всего, что это было именно уже вот, когда здесь эти груды убитых и лежали на площади. Вот. И мы заревели, сказали, что мы другой дороги не знаем. Этот солдатик, который сидел на танке, он пошел, позвал какого-то старшего, наверное. Прибежал старший, еще один военный. Он стал нам говорить, идите в обход, мы ревем, мы не знаем обхода. Ну и нам, он приказал, там позвал какого-то солдатика, вероятно, и попросил его, чтобы он им быстренько в обход нас отвел. И солдатик схватил нас за руки, и вот этой вот дорогой обратно через парк побежал. Мы за ним бегом, ревем, ничего не поймем. Я помню только, что у него руки были все мокрые и тряслись, наверное, от страха. Засадеянная. И туда, в общем, завернули налево, по аллейке побежали. И очень странно оказалось, что нам навстречу бежали зареванные наши родители, которые, конечно же, уже узнали о том, что здесь произошло, что здесь люди были расстреляны страшным образом. И они узнали, что мы пошли к бабушке, и знали, что мы пошли именно этой дорогой. Естественно, там паника, и с мамой случилась истерика. И вот они, она позвонила отцу, прибежал отец, и они побежали нас искать. Их, естественно, на площадь тоже не пустили, они побежали вокруг. И вот мы столкнулись здесь. Они ревут, мы ревем, бросились обниматься. Этот солдатик побежал обратно, конечно же. Вот. Ну, а мы просто чудом избежали вот этой вот страшной трагедии. То есть, понимаете, да, что все это было рядом. И что если бы мы попали, когда сюда подошла эта процессия демонстрантов на площадь, здесь было очень много зевак, как я уже сказала. Здесь было очень много детей. И, естественно, детям интересно. Все остановились. Дети, открыв рот, смотрели, чем же это закончится. То есть, получилось, что добрый ангел спас и меня, и сестру. Я почему вам рассказываю об этом так подробно? Ну вот, потому что эти сейчас события пытаются восстановить. Какой-то сделали небольшой музей. Но там сказано, что, по-моему, 26 человек всего было убито. И сколько-то ранено. Там их портреты покажу вам. Ну вот, знаете, это неправда. И все говорят о том, что это неправда. До сих пор почему-то правда полностью не открывается для людей. Вот такая ужасная трагедия произошла. Очевидцев сейчас, наверное, осталось совсем единицы. Те, кто помнит эти события. Поэтому я, так как уже попала сюда, я вам это конкретно все и показываю. Видите, опять написано здесь, на площади, перед зданием горкома КПСС 2 июня 1962 года, по директиве руководства СССР и ЦК КПСС, была расстреляна мирная демонстрация рабочих Новочеркасска. Вот так. Музей памяти новочеркасской трагедии. Никто, говорят, серьезно ответственности не понес. До сих пор не знают, кто отдал приказ открыть стрельбу. Это было во времена правления Хрущева, как вы знаете. Как рассказывают очевидцы, которые еще помнят эти события, что здесь, после того, как этих убитых вывезли грузовиками в неизвестном направлении и закопали, просто покидали в огромную яму, вырытую наспех бульдозером, и закопали в неизвестных местах. Так вот, здесь была вся эта площадь залита кровью. И попытались ее смыть бронзбойтами с пожарных машин. Прислали несколько пожарных машин, стали из бронзбойтов смывать вот эту вот кровь водой, но она въелась так, что смыть ее было без остатков невозможно. И поэтому вот, чтобы замести следы ночью, эта площадь, как я уже сказала, была перекрыта полностью, когда смывали кровь отсюда и когда вывозили убитых. И потом они решили, что если они не могут смыть кровь просто водой, за ночь здесь переложили асфальт. То есть вот на асфальт, который был залит кровью, положили новый асфальт, все разровняли, закатали. И уже на следующий день никаких следов здесь, этой жуткой трагедии, распознать было невозможно. Говорят также, что ведь были еще не только убитые и раненые здесь на площади. Если легко раненые, то они, те, кто успели убежать, они вот все убежали туда, все ломанулись бежать, когда началась стрельба, вот именно вот по этой вот дороге, которую я вам сейчас показываю. Через площадь туда вот, на улицу Московскую, прятаться во всех ближайших домах, потому что стрельба продолжалась. И даже стреляли из танков. Но говорят, что из танков стреляли холостыми. Я это не понимаю. Не знаю, я только знаю, что все окна тут близлежащих домах были выбиты. Так вот, а те, кто не смог убежать, но были не убиты, а может быть ранены или тяжело ранены. Вот такая была страшная трагедия. Вот только такой музей жертвам новочеркасской трагедии, маленький помещение такое. Практически информации никакой. информация-то где? Сколько погибло? Сколько что-то. Семь человек в дневнице там. Первый дневнице будет дневнице. В день где? Ну так это Хрущев, я так понимаю. И у него повесилась фотография криво. А там разве булыжная была кровь с булыжной мыцовой? Убитые, раненые. Вот это вот тех, кого посадили, как зачинщиков якобы, этой забастовки. Ну и вот то, что потом нашли останки погибших. Перезахоронение останков, которые нашли потом. Вот видите. Возвращение клюви. Там меня было очень много, и я так знаю, что я знаю. Я знаю, что я знаю, что они показывали. Мы не так и не так. Не знаю. Или как-то так. Я даже не знаю. Не знаю. Я не знаю. С тюрьмы. Вот меня ну! На него вообще-то побывали. Ну и так и занято веков. Открытие камня. Я хотела найти и распечатать вам этот документ, коротко о событиях 1962 года, но, к сожалению, нигде не нашла. Только здесь, в музее. Поэтому те, кто хочет, можете остановить стоп-кадр и прочитать все, что здесь написано. Здесь написано все очень коротко. И вот такой вот музей, как вы видели, совершенно маленький. А это видео уже мне прислали в этом году. Вот видите, те, кто знает город Новочеркасск, может сразу узнать и собор, и памятник Ермаку. И вот это вот центральная Московская улица. И по ней вот так вот проезжали машины с красными флагами СССР, которые сейчас забыты. Довольно интересно для меня было это видео. И я хочу его вам также показать. С праздником Великого Октября!